здравствуйте в эфире программа по существу совсем недавно ученые россии и всего мира отметили день химика и сегодня у нас в студии человек который в общем то не нуждается в представлении по крайней мере у нас в чувашии но тем не менее олег евгеньевич насакин декан химика фармацевтического факультета чувашского госуниверситета профессор академик российской академии естествознания причем девять раз доктор химических наук обладатель всевозможных званий и титулов кроме пожалуй нобелевской премии так и евгеньевич задним числом поздравляем вас и в вашем лице всех химиков чевашия с профессиональным праздником химической отрасли в нашей республике представлена многими направлениями это и неорганические продукты органические красители и средства защиты растений и крем неорганические продукты резинотехнические изделия полупродукты для фармацевтической промышленности многое многое другое лака красочная бытовая химия вот какие из этих направлений наиболее перспективны наиболее современные актуальны но вы знаете мне кажется что сейчас на первом месте все-таки идут средства защиты растений это объединение фирмы август и бурнарского завода смесивых препаратов они делают самое большое количество в тоннах этих соединений наверное в россии а может быть в европе то есть очень крупное предприятие чрезвычайно перспективное и по сумме прибыли которая получена они наверняка опережают все остальное на втором месте наверное химпром мощное производство перекиси водорода да не совсем так сказать концентрированной перекиси водорода но которая вполне устраивает промышленность так сказать и в первую очередь синтетические моющие средства вот рты очень сильно поднимается там очень хороший менеджмент на мой взгляд вот они закупают новое оборудование мы в курсе потому что наши люди работают на заводе рты по имени чапаева я думаю что у него тоже есть определенные перспективы это федеральное предприятие и очень много небольших фирм которые трудятся в разных отраслях но они не вносят определяющего какого-то вклада в химии но в общем но свою нишу все-таки занимают безусловно занимают насколько часто все эти предприятия обращаются к помощи вашего факультета мы работаем в полном контакте скажем с химпромом в первую очередь потому что так сказать это профильное предприятие наша органическая химия и но я могу сказать что на той неделе нам предлагали хоз договоров на сумму миллион долларов и миллион долларов в запасе но это порядка значит вы знаете 70 миллионов рублей вот то есть связи у нас очень прочные наши выпускники работают в командах руководителями этих предприятий поэтому мы просто непосредственно общаемся и многие из них просто работают на нашем факультете преподавателями то есть мы держим руку на пульсе мы знаем все что делают они они знают все что делаем мы олег евгеньевич всегда химический факультет чего был известен как химический факультет чего вот с некоторых пор вы стали химико-фармацевтическим что за необходимость была чем это вызвано и какие перспективы открылись в связи с новым направлением ну это очень актуально для чувашской республики потому что всегда нам не хватало я некоторое время и бизнесом занимался там фармен у меня были аптеки и так далее постоянно не хватало специалистов мы переманивали уводили их друг у друга мы с большим трудом открыли этот факультет да для этого надо было защитить одного из моих выпускников как доктора фармацевтических наук что мы сделали в пермской фармакадемии вот открыли факультет параллельно с этим мы сменили направление своей деятельности во многом у нас есть лаборатория спида есть лаборатория рака то есть мы делаем идеологию создания совершенно новых препаратов работаем с институтом с самым крупным институтом земного шара наверное это институт спида рака в мариленде в соединенные штаты и довольно давно мы им сделали порядка двухсот субстанций наверное это столько же сколько сделали химики за все время а вот у нас есть лаборатории туберкулеза потому что эта проблема в чувашской республике чрезвычайно актуальна ну к сожалению не только в чувашской не только туберкулез россии да она всегда была туберкулез прогрессирует это связано с нашей спецификой с выходом зон зоны разносит туберкулез безусловно вот и лаборатория золотистого стафилокока потому что это тоже проблема чрезвычайно известно что один раз дом чебоксаров едва ли не более актуально и чем туберкулез и мы очень очень активно работаем в этих отраслях и делаем какие-то препараты какие-то идеологии к созданию особенно против резистентных форм то есть есть формы привыкания микроорганизмы привыкают к определенным препаратам и в журнале nature самым лучшим журнале так сказать научном журнале земли вот была опубликована статья что к 1925 году ни одно лекарство из аптеки не будет брать микроорганизмы вы понимаете это называется резистентный следующий вопрос и мы сейчас занимаемся этой проблемой мы вводим такие группы в лекарства которых которых не знают микроорганизмы не могут знать вот и получаем очень интересные результаты именно на неизлечимых формах болезни на неизлечимых формах болезни мы с вами давно знакомы и каждый раз когда мы встречаемся вы рассказываете каких-то новых интересных разработках вот то это соя то это новые технологии в строительстве в управлении домами ну в общем все что угодно все что угодно да лампочки там какие-то интересные вот что сейчас у вас такого же интересного и непривычного ну в этом году наша тема была например такая что проблема одуванчика вот я проехал вчера по новоёжному району все газоны забиты цветущим одуванчиком не только в новоёжном районе уверен у вас тоже где-то да и в центре и в северо-сападе мой сад это одуванчик да никто не знает как с ним бороться глубокая вспашка создан специальный гербицид против него да и так далее так далее так далее но на самом деле одуванчик это может быть спасение сельского хозяйства чувашской республики потому что из одуванчика очень просто получить самый лучший каучук из всех известных стереорегулярный каучук и 300 тысяч растений одуванчика на одном гектаре дают 600 килограмм этого каучука стоит он только за золото его покупают в юго-восточной азии деревья гивея из которых получают так сказать каучук они очень подвержены заболеваниями они стоят очень плотно и в частности бразилии которая давала пять с половиной миллионов тонн этого каучука она потеряла все деревья гивея разом болезнь плотная посадка деревьев там ничего не осталось одуванчик не подвержен этим заболеваниям я предлагаю совету министра нашей республики для того чтобы увеличить наш бюджет скажем с миллиарда долларов до 13 миллиардов долларов или 15 надо заняться этой культурой но надо заниматься засучить рукава мы будем делать основную часть но материальные технологии готова у вас технологии практически готова у нас там есть проблемы связанные с тем что каучук окружен белковой оболочкой мы научились с помощью ультразвука каких-то процедур сбивать все это дело получает каучук я кстати принес его могу вам показать вот но надо начинать это делать подключить сельхоз институт подключить университет нашу кафедру министерство сельского хозяйства у него колоссальные деньги больше чем на оборону да и начать эти работы может быть действительно стоит заселять поля дуванчиком который самосевом так сказать расселяется не бороться с ним а просто выкапывать его корни срезать на глубине 15 сантиметров мыть и выделять каучук из корней и из корней в основном в корнях 6 8 процентов есть специальные сорта они называются кокс агыс этот сорта из средней азии где до 20 процентов но свои 600 500 килограммов с гектаром и будем иметь если перевести на 500 тысяч на половину всех земель пахотных чувашской республики то это 68 миллиардов долларов то чего в сельском хозяйстве никто никогда здесь не видел да кроме того то что остается может быть использовано для того чтобы получать великолепный заменитель сахара для больных сахарным диабетом стоит 1000 долларов один килограмм чистого и нулин так называемый 40 процентов его в корнях то есть практически весь одуванчик пойдет на то чтобы организовать сельскую индустрию производства каучука резины и лекарственных средств но это наша тема лекарства это наша тема очень интересно у нас еще есть тема многие то есть три две три идеи в год ну как правило штаб наш менеджмент химического факультета это деканат обязательно выдает если не выдает мы начинаем думать что человек уже не нужен как тренер сборной по хоккею если он что-то проиграл мы начинаем уже присматривать каких-то других людей которые способны генерировать идеи не жестко жестко по-другому нельзя ну что ж спасибо вам большое за интересно действительно очень интересную беседу а я напомню что сегодня у нас в студии был олег евгеньевич насакин декан химико-фармацевтического факультета ЧГУ ученый-химик спасибо всего доброго до сих пор